Всем привет! Сегодня у нас 29 сентября. Немножечко расскажу о моей переделке. Здесь вот небольшой такой участочек, где-то на 2,5 метра, на 2,5 метра, треугольничек. Здесь росла роза канадская, клопогон и вот там вот еще вдалеке бересклет копмана. Значит, розу ее брала совсем, клопогон пересадила и бересклет тоже пересадила. Здесь просто северная сторона, они очень затеняли вот это пространство. Ну что я посадила? Здесь я посадила достаточно много растений, но растения, как сказать, низкорослые, небольшие. Так, ну что для раннего, как бы, вот там вот вдалеке, вот там вот, глауцидиума 2, пальчатые, белые, сиреневые. Так, здесь я посадила азалию, редодендрон. Здесь это тоже ранние цветения, где-то летние. Там вот, вот там вот посадила аквилегию, там снова аквилегия. Здесь еще будет свисти лето хохлатка корневичная. Потом, значит, я сюда еще пересадила мак белый. И здесь у меня еще есть вот тут вот мак синий. Потом прострелы. Затем, ну вот, так сказать, вечно цветущая. Это балеринки вот две посадила. Говорила про прострелы? Прострелы. И вот там вот колокольчик молочно-цветковый маленький. Вот видите, сколько растений. А, и еще вот маленькие. Вот эта малышка, смотрите, вообще. Литл лай пич. Вот такая маленькая. А это у меня гортензия. Была ракутсу маулетти. Это древовидная. Дальше что я посадила? Видите, сколько много разных. И мне надо, чтобы цвело, как бы, постоянно. Значит, здесь у меня, так, не знаю, какая гортензия. Вот здесь вот малышка. Пантенола. Ну, не помню сейчас вот это. Вот небольшая розочка. Хвойничек пересадила такой небольшой. И еще раз берепинг. Так, вот еще одна гортензия. Снова ратодендрон. Так, здесь посадила прострелы. Прострел, прострел, прострел. И хохлатка здесь корневищная была. Вот там вот будет сидеть княжик. Ну, они пока в горшках. Хосту не знаю, буду садить или нет. И вот такой вот красивый, невысокий флоксик. И еще подсадила. Вот они уже все. Вот такие вот. Это венерины башмачки. Ну, вот видите. И здесь вот, как бы сейчас покажу, место стало очень открытым. Видите, раньше здесь было все затенено. Потому что, говорю, это северная сторона. И вот это место все открылось. Видите, у нас еще все цветет. У нас влажность не... Как сказать, это вообще жесть какая-то. Подожди, не переставая. Так, что я еще хотела сказать. Хотела постелить черную пленку. Но так как растения плохо растут под ней. Почва неживая. Вот, может быть, вот там видно. Я как бы под корешки немножечко картона подложила. И, наверное, засажу все. Ну, то есть, раскидаю потом эти... Аквилегию низкорослую. Ну, говорит, тут трава полезет однозначно. Как у меня и вот здесь, да. Здесь все плотно-плотно посажено. Вот, 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 вот. Видите? Здесь даже сныки есть. Но вы ее не увидите. Так как растения все забивают. Это на самом деле здорово. Ну, еще сейчас небольшую одну переделку покажу. Копать у нас здесь очень-очень трудно. В основном камни так, как скала, да. И здесь вот я уже камена вытаскивала. И вот, смотрите, вот целая куча. Прям копнешь лопатой. И камень-камень. Здесь посадила... Это может быть пинкачу. Да, наверное. Дальше. Дальше. Вот там вот. Как ее? Ладно, я забыла. Там елочка Санни Геос, по-моему. Барбарис. Вот опять маленькая гортензия. Здесь остаются горячавки. Вот две белые, ластовневая и синенькая такая. Так, опять дрододендрончик. Здесь... Мохита, что ли? Нет, не помню. Опять какая-то гортензия. Посадила для цветения летнего. Вот такую примылку. Потом посадила... А тут печеночница еще есть. И опять же гейрань. Ну вот еще, видите, не доделала. Очень тяжело копается. Ну, посмотрим, что за это... Ладно, посмотрим. Тоже невысокие гортензии все. Литлов. Вот там вот маленькая совсем малышечка. Небузина. Как же ее зовут-то? О, боже. Ладно, забыла. В общем, с темной листвой. Ну, вот такие вот переделки. Двигается все очень медленно. Ну, надо еще, может быть, здесь посажу. Например, для лета эти какие-то летние цветочки. Например, что? Какие-нибудь тюльпаны. Может, тюльпаны. Ну, посмотрю, что. Надо бы что-то низенькое. Крокусы, может быть. Ну, вот так вот, девочки. Видите? Вот камней больше, чем земли. Ну, вот земля, говорю, сырая. У нас постоянно дожди, 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 дожди. Постоянно. Ну, вот такие вот переделки. Ну, что-то надо еще переделывать, потому что больше хочу садить я все-таки кустарников. и подсаживать что-то низкое. Закрывать землю я совсем не хочу. Ну, вот пока так, девчонки, будем ждать, все ли приживется. Так уже 29 сентября. На этом все. Пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok